6 марта в Омском колледже отраслевых технологий строительства и транспорта в рамках диалога на равных состоялась встреча молодежи с заслуженным учителем России, директором Омской региональной общественной организации «Поиск», координатором регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Галиной Кудей. Тема – кому нужен подвиг в наше время. Все, что вы сегодня слышали обо мне, это просто раздвинутые границы того дела, которое я так люблю. Я никогда не думала, что у меня будет музей, который я создам, памятные доски, поисковые экспедиции, бессмертный полк. Никогда об этом даже не думала. Я просто делала то, что мне очень-очень нравится. И я вижу сегодня такие молодые лица, когда все в жизни определяется. И всем очень я хотела пожелать в самом начале нашей сегодняшней встречи, чтобы вы нашли то дело, которое будете делать так, что неважно будет, сколько прошло часов, устали вы или не устали, 10 вечера или выходной, ваш отпуск или каникулы. Вы будете это делать, даже не уставая. Спикер не только рассказала о поисковых экспедициях, но и показала фотографии с вахт, а также ролик о музее и солдатах, которые защищали Москву во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, директор поиска дала ребятам совет, как найти свой путь в жизни, и ответила на вопросы студентов. У меня есть два к вам вопроса. Первый, это что делать, если у меня нет такой афекинентовика? И второй вопрос, где будет проходить построение экспериментного полка в этом году? 1 апреля стартуют все наши проекты. Смотрите, 1 апреля будет пресс-конференция для журналистов, где мы ответим на вопросы, в том числе на эти. 1 апреля в этот же день в 15 часов в библиотеке Пушкина откроется общественная приемная, куда может прийти каждый из вас и прояснить путь без вести пропадшего своего. Но мы также готовы принять вас как помощников. Вы можете, если те, которые чувствуют свою высокую квалификацию в использовании этих современных технологий, мы можем обучить вас работать с ОБД Мемориал, электронная база данных. И вы можете тоже вместе с другими в какой-то день, у нас каждый день для своей общественной организации, и приходят люди, и эти студенты оказывают им помощь. Если вы хотите тоже быть полезными, вы можете прийти к нам, мы вас научим. У всех ребят назрел вопрос. Что нужно для того, чтобы попасть в ряды поискового отряда? Законный вопрос. Конечно, наш отряд не думал быть таким масштабным по статусу. Мы региональное объединение сейчас. Но, конечно, финансирования у нас нет никакого. И мы работаем в основном с теми студентами, которые учатся у нас. Но поскольку это региональная организация, вы имеете право тоже быть с нами. Но для того, чтобы вы получили право выехать в экспедицию, а это значит, вам доверят свою жизнь. Это все равно, что вас возьмут в разведку. Потому что рядом то, что осталось от войны. Поэтому для того, чтобы быть включенным в состав экспедиции, надо быть в наших делах. Надо на Старосеверном кладбище, надо на митингах, надо в наших каких-то проектах, в общественные приемные и так далее. И когда мы увидим, какой вы человек, мы примем вас к себе. Встреча очень была приятная, такая насыщенная. Мне очень понравилась. Потому что я узнала для себя очень многого и интересного. И еще я, как волонтер со школы, я сделала так для себя выводы, что я могу не только быть в сфере животных или людей. Я могу также и искать, и помогать, ну, искать людей. И сделала для себя такие выводы, что, например, я могу также помогать людям, которые просто ищут, либо просто скидывать какую-то информацию в электронном виде. Например, если мне скинули какую-то информацию, так же я могу ее перекинуть. Вообще очень полезно встречаться с такими людьми, как Галина Григорьевна. Очень хороший человек. Она доказывает нам то, что можно добиться большого успеха не только через бизнес или какое-то вложение материальное, но прежде всего это духовное вложение, вложение прежде всего в себя. Задавали вопросы, и такие содержательные вопросы. Мне понравилась аудитория, и вообще, мне кажется, что это замечательный федеральный проект, в котором участвует наш регион, потому что это такая возможность на различных площадках. Во-первых, героям этих встреч рассказать о себе, потому что, ну, часто очень мы слышим от людей, что показывают только какие-то сенсационные новости, а столько всего хорошего, столько доброго делают люди.